Недельно сплошное испытание для кировчан. Киров, как и обещали синоптики, накрыло циклоном. С начала почти сутки шел проливной дождь, из-за которого затопило не только дворы, но и центральные улицы. К обеду температура начала опускаться и пошел снег. А общественный транспорт, причем не только троллейбусы, буксовали даже на самых небольших горках. Вместе с ними легковые машины и большегрузы. Не вспоминали плохим словом дорожников и администрации города сегодня вечером только те, кто совсем не выходил из дома. Кировчане говорят, этот ноябрь сошел с ума. Таких перемен погоды за несколько часов трудно вспомнить. Дождь шел практически сутки. Говорят, что за это время выпала почти половина норма осадков. Водой залила все слабые места города. Во дворах люди вынуждены ходить по островкам бордюров, если они были залитыми. Водой оказались подъезды домов, часть первых этажей. Между домами на улице Солнечной самым смелым приходилось плавать. Пешком тут не пройти. На Октябрьском проспекте в районе Танка сегодня разлилось так, что даже коммунальщики не сразу нашли колодец. Сначала пытались нащупать его просто ногой, потом взяли палку. В это время не нахвататься воды пытались водители машин и пешеходы. И все удивлялись, почему не могли вовремя почистить ливневку. Как дождь пройдет ночью, постоянно заливается. Постоянно. Вы знаете, как на пароходе каком-нибудь. Снег после ледяного дождя накрыл город быстро. Но нельзя сказать, что неожиданно. Про этот циклон знали, о нем предупреждали. Сырые дороги быстро начали покрываться ледяной коркой. Температура резко снижалась. Ближе к вечернему часу пик. Город накрыл звук шлифующих колес. Буксовали сегодня все и в разных районах города. На Карла Маркса с разницей в несколько минут. Сошли с маршрута. Три троллейбуса. Водители говорят, что дорога просто не готова к гололеду. Никаких следов реагентов или хотя бы песка. На улице Воровского в небольшую горку не смогли забраться ни автобус, полный пассажиров, ни троллейбус, ни легковые машины. Как сообщает городская администрация, к этому снегопаду они были готовы настолько, что даже перед ним провели штабные учения. В них приняли участие 26 организаций, отрабатывали всякие риски и возможные ситуации на дорогах, связанные с снегопадом. Но судя по тому, что сейчас мы видим на городских дорогах дорожники, эти учения снова пропустили. Отчитываясь о готовности, говорили и о тягачах, которые будут помогать транспорту на подъемах и о том, что в первую очередь реагентами обработают магистральные улицы и маршруты общественного транспорта. Но буксовали по льду, кроме улицы Воровского и Карломаркса, сегодня еще и на Ленина и на Московской. Центральный дорог, казалось бы, не придумаешь. Но самое главное, сегодня задача службам была поставлена такая, дословно, создать максимально комфортные условия для жителей города в период сложной метеорологической обстановки. Конец цитаты. Подводить итоги работы подрядчика и удовлетворенности кировчан будут, скорее всего, завтра. Это печально. Дорога Кирово-Чемпевск-Киров.